Путин угрожает Финляндии «Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранить людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины». Россия теряет нефтяное производство, насколько ситуация критична. Чем меньше будет способность этой индустрии производить нефтепродуктов, тем хуже будет и для экономики Раши, так и для ее террористической армии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте комментарии оставлять и не забывайте подписываться на наш канал, это очень важно и займет всего несколько секунд. Поехали! Накануне вечером оккупанты атаковали «Кривой Рог» авиационными ракетами, попав в два жилых дома. В результате четверо погибших, 44 раненых, за жизнь шестерых еще борются врачи. Спасательную операцию закончили только к ночи и из-под завалов удалось спасти 9 человек. В жилой дом попали и в Сумах, там шахет прилетел в пятиэтажку. Разрушено несколько десятков квартир, троих человек еще ищут около десятка пострадавших. Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон сделали совместное заявление. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами, ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей гибнут от обстрелов из Белгорода. В связи с этим мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск. Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранить людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины. Я напомню, бойцы заняли населенный пункт Теткина, как они сами пишут в социальных сетях, это в Курской области, прорвав границу с Россией, хоть официальные российские медиа этого и не признают. Перед нами стоят и военные задачи, и политические, и пропагандистские, поэтому все мы их сейчас и преследуем. Я думаю, что бойцы русского добровольческого корпуса сделают все для того, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких люборов не было. Вот скажем так. Возможно, даже это можно назвать одной из целей наших операций текущих. Я уж прям совсем деталей рассказывать не буду, но, безусловно, повлиять, да, или как минимум показать людям, что это не выборы, а фарс, это одна из политических задач нашей текущей операции. Нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске остановлен после попадания беспилотника. Ну, конечно же, его сбили, но он все равно повредил производство. В результате работы дежурных систем РЭП БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Сразу три нефтеперерабатывающих завода в России атакованы дронами. Издание «Украинская правда» пишет, что эти атаки – это продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые организовала служба безопасности Украины. Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, который агрессор направляет непосредственно на войну, на убийство украинских граждан. По данным издания, СБУ совместно с другими украинскими спецслужбами также атаковало дронами авиабазу ВКС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже. Нефтепродукты, вы знаете, тоже попали под санкции Евросоюза. Продать их всё тяжелее. И поэтому они ориентированы скорее на внутренний спрос России. То есть используются для экономики, военно-промышленного комплекса и, конечно, для российской армии. И поэтому, чем меньше будет способность этой индустрии производить нефтепродуктов, тем хуже будет и для экономики Раши, так и для её террористической армии. И если бы был один удар, два удара, мы видим уже систему. И можно говорить о том, что это уже не уколы комара, да, не демонстрация силы. Это уже и есть сила, которая способна пока только на проценты уменьшить производство нефтепродуктов. Российская Минобороны заявляет об уничтожении всех беспилотников, запущенных по России ночью и утром. Всего насчитали 58, но, как видим, какие-то всё-таки попали в цели. Утром Минобороны добавила ещё один беспилотник в Белгородской и шесть в Воронежской областях. Российские телеграм-каналы пишут о попадании дронов в здание ФСБ в Белгороде. Обломки сбитых дронов падали на рынок там. К слову, из пабликов и сайтов официальных государственных медиа исчезла информация о попадании в здание ФСБ. Украина планирует отправить на фронт 330 тысяч человек. Об этом пишет Financial Times. Из 500 тысяч призванных 330 тысяч должны будут заменить военных на передовой. Именно на это направлены основные усилия в мобилизации, как пишут авторы статьи, ссылаясь на информацию от Министерства обороны Украины. Всё это в рамках мобилизации после голосования нового законодательства. Вместе с тем, Парламентский экономический комитет предоставляет данные, из которых можно сделать вывод, что из более 11 миллионов украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, только 3,7 миллиона подлежат мобилизации. Остальные мужчины либо воюют, либо являются инвалидами, либо находятся за границей, либо забронированы. Путин снова угрожает ядерным оружием. Говорит, наша триада – самая ядерная и самая триадная триада в мире. Круче, чем у всех. И к ядерной войне Россия готова как никогда. Мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже очень признанная вещь, Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцы, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. Если быть точным, то ядерная триада есть еще и у Великобритании. Что это такое? Это средство ядерного поражения на подводных ракетоносителях, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегической авиации. Если у страны есть все эти три компонента, можно сказать, что она обладает ядерной триадой. Еще Путин в интервью пропагандисту Киселеву говорит о том, какая страна может стать следующей жертвой агрессии. У нас достаточно добрые отношения, стабильные отношения были с этими странами. И мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета. Потому что это дает определенные преимущества, хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе. С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу. Тем более территориальные. Я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было. Мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Ну, исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба. Далее Путин пообещал появление войск вместе с системами поражения на границе с Финляндией. Хотя военные базы для переброски войск там обустраивали еще в августе. На территории гарнизона Алла Курти в Мурманской области и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для техники. Это видно на спутниковых снимках. Об этом пишет новая газета. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, ведь так нас с вами будет становиться больше, потому что YouTube тогда будет показывать наши видео большему количеству людей. Ну, а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова